Снега нет на пешеходных дорожках. Убран он и на проезжей части. Налить посыпано песком. Для тульского двора картина идеальна. Это центр Тулы, улица Агеева. У местной жительницы Татьяны Лопаревой к работе управляющей компании претензий нет. Говорит, со своими обязанностями коммунальщики справляются. Пока. Снег особого не было. Ну, убирают. Убирают. Ничего не могу сказать. И в подъезде убирают. Зима в этом году в Туле хоть и легла раньше обычного, теста на прочность коммунальщикам еще не устраивало. Вот и последний снег задержался всего на день. Потом растаял. При этом, согласно правилам благоустройства Тулы, дворники не только обязаны расчищать тротуары от снега до асфальта, но и убирать его с бордюрного камня и парковочных карманов. Только добросовестно свою работу выполняют далеко не все УК. С началом снегопада в госжилой инспекции успела провести рейды в 22 районах. Об этом начальник ГЖИ докладывает Алексею Дюмину на оперативном совещании. Чеканит инспекторы проверили работу 76 управляющих компаний. Из 300 осмотренных дворов нарушения обнаружили в половине. По таким дворам мы, соответственно, давали предостережение руководителям управляющих компаний и рекомендовали в течение суток ситуацию исправить. По истечению установленного времени, по всем случаям, у нас было подтверждение, что дворы очищены от снега, от наледей. Вместе с тем, в отношении тех управляющих компаний, где у нас присутствовали конкретные жалобы жителей, мы проводили полноценные проверки. По итогам этих проверок у нас в отношении шести руководителей управляющих компаний были составлены материалы об административном правонарушении. В настоящий момент материалы сформированы, будем направлять их в мировой суд. 100 тысяч рублей штраф в таком размере заплатит руководитель УК, если не выполнит предписание жилинспекции. Юрлицов три раза больше. Чтобы мотивировать коммунальщиков работать активнее, руководитель ведомства предлагает УЛИКам выкладывать фотографии нечищенных дворов в твиттер ГЖИ. Алексей Дюмин поручает до жалоб людей не доводить, а местным чиновникам работать на опережение. Администрациям в рамках муниципального контроля необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния дворов и реагировать на нарушения в пределах своих полномочий. Алексей Алексеевич, я прошу вам оказать содействие в этой работе главам администрации. Кроме того, я попрошу вас подготовить очередной рейтинг управляющих компаний и представить его на очередном, либо следующем, либо через одно, нашем оперативном совещании. В декабре жилинспекция готовится представить обновленный рейтинг управляющих компаний. В списке критериев оценки появится новая уборка дворов от снега. И если УК не хотят скатиться в красную зону, чистить дороги до асфальта им все-таки придется. Надежда Милехина, Роман Тюгин, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.